Самое жестокое, что мама делает, это нас избивает. В Дагестане она меня настолько сильно избила, что ей написали административное наказание. А в Питере, когда я пыталась поговорить с бабушкой или с дедушкой и уйти к ним, она меня скрутила и сняла с меня хиджаб и засунула его мне в рот и душила меня. Я чуть не задохнулась, когда просила помощи у соседей, она меня запихивала в рот и душила меня. Руслан, меня зовут Мухаммад, я отец тех детей, которые вам уже, наверное, сообщили о этой суете. В Дагестане то, что со мной они сделали, вы, наверное, уже в курсе. Они меня очернили всякими, хотя дети кричали, орали, не уйдем никуда. Вплоть до Меликого достучались, они, ну, не будем сейчас возвращаться к этому. Сейчас в данный момент происходит что-то уму непостижимое. Дети нашлись в Калининграде, я их очень долго искал. Я нашел их в Калининграде, потому что дети сами уже связались с службой спасения. Они вызвали моих родителей, бабушку и дедушку своих, службу спасения вызвали. Все вот объяснили. Просто я не знаю, что делать. Они сейчас в данный момент уже три дня вызывают службу спасения. Никак не могут детей забрать и передать бабушке и дедушке. Это умалишенная мать, ЛГПТ-шница. Она просто пытает их, короче, там есть доказательства, масса там, наверное, вам скинули уже. Дети в данный момент спрятались в ванной. Она их пытается взломать дверь, достать их. Она уже один раз, уже в Махачкале, тоже дочку душила, она получила административное наказание за это. Она оттуда уехала в Калининград, теперь там, сначала в Питер, там душила ее, убивала. Дочка чуть суициднее сделала из-за этого. Хиджаб сняла с нее, хиджаб, и засунула ее в глотку, сказала, если будешь носить хиджаб, я тебя задушу этим хиджабом. Потом сейчас в Калининграде они пытаются бежать к бабушке и дедушке, но она сейчас препятствует. Она вызывает в психиатрические больницы, там своих алкашей, своих собутильников. Она пытается что-то там делать и говорит там органам опеки, которые дети вызывают спасателям. Она говорит, что они, ими кто-то контролирует, это я не виноват, они ей верят, а детям не верят. А дети реально, вот в данный момент они заперлись и готовы умереть. Мы, говорит, умрем, но мы с бабушкой и дедушкой уйдем. Мы не хотим с этой психичкой. Она напала сейчас в данный момент на старшего, старший там не успел запереться. Она там с ним дралась, там даже видео, по-моему, с ним отпытались эти дети. Там бардак творится, родители не могут никак полицию поднять. Мы уже в УСБ позвонили. Там вообще, Руслана, это невозможно. Это что за ПДН? Они не защитники детей, они защитники шлюх и проституток. Эта ПДН-шица третий раз уже приехала, угрожает детям. Дети до сих пор в ванной заперты. Они не выйдут. Они мне тоже говорят, мы не выйдем, пока нас не передадут к бабушке и дедушке. Взрослые люди, взрослые дети, как можно так мучать? Она в лицо моим родителям и детям кричит, эта ПДН-шица, сотрудник ПДН-шица, кричит, вы никогда из Калининграда не выйдете. Понятно? Вот так говорит. Как можно? Что там на них, управы нету, что ли? Я не знаю. 112 Калининграда полностью перестали, короче, слушать. Полностью перестали. Они сейчас ломают детей. Они ждут, пока они сломаются. Они не хотят ломаться, они хотят там ждать до смерти. Они говорят, я просто не знал, что делать. Самое жестокое, что мама делает, это нас избивает. В Дагестане она меня настолько сильно избила, что ей написали административное наказание. А в Питере, когда я пыталась поговорить с бабушкой или с дедушкой и уйти к ним, она меня скрутила и сняла с меня хиджаб и засунула его мне в рот и душила меня. Я чуть не задохнулась. Когда просила помощи у соседей, она меня запихивала в рот и душила меня. И сейчас она тоже нас бьет, угрожает нас. А на днях, когда она начала меня по пашке кулаками бить, я когда Марьямку из Бригима защищал, она напала на меня и начала по пашке сильно кулаками бить. И она сказала, если я пожалуюсь полиции, прокуратуре, то что она меня посадит в тюрьму. Меня тоже она била, заставляла сломанной рукой мыть все и избивала меня сильно. Издевалась надо мной. Сказала, что сломает мне руку и, спасаясь в туалет, завяжет меня, Надя не ставит. Угрожала нам, что если мы этого не сделаем или ее приказы не выполним, то она сказала, что я не буду покупать продукты и вы будете голодать. Я Церетилов Мухтар Магомедович. Я Церетилова Марья Магомедовна. Я Церетилов Ибрагим Магомедович. Находимся в городе Калининград. Мы заперлись от мамы. В квартире. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мы вызываем ПДН, им все равно на нас. Она пугала нас тем, что мы не сможем выйти отсюда, с Калининграда, и будем здесь все время. И нас бабушка с дедушкой не спасут. Еще я говорил, если я попытаюсь забрать моего брата и сестру, хотя я их не пытаюсь, они сами хотят бабушке и дедушке жить. Она угрожает мне то, что посадит в тюрьму и Марьянку Ибрагима не отдаст и оставит маму навсегда. Они защищают нашу маму. Нас никто не слушает. Ни ПДН, ни службы спасения. Никто. Мы просим помощи, мы не знаем, что делать. Мы хотим жить в Дагестане со всей нашей полноценной семьей, а не здесь, а не без никого. С мамиными подругами, алкашами-подругами, которые приносят всякие плохие леденцы. С половым органом. Мать приносила, сувала моей сестре рот леденец с половым органом и смеялась после этого. Мы голодные, остаемся, нас не кормят, мама нормально. Она за нами не ухаживает, ей все равно на нас. Холодильник пустой практически бывает. Я когда приходил в сообществе... Нам здесь плохо. Мы хотим к бабушке, дедушке, где нас любят и кормят. Когда я приходил в сообществе, я видел то, что дома полный срач был. То, что все было не убрано. То, что оставались остатки еды в кастрюлях. То, что она уже гнила, воняла. И мать говорила, иди купи пельмени. Мы только питались магазинными пельменями и больше ничем ненормальным не питались. Мы просим помощи у всех, кто нам может помочь. И мы очень устали. И мы хотим домой к всем нашим родственникам жить с ними спокойно и мирно. Она забрала нас отманом в Калининград. Она обещала, что будет не оставить нас. Но, как видите, она нас оставила. Она отманула на всех. И теперь мы мучаем здесь. И просим ее, чтобы она отвезла нас с родственника. Она запрещает нам с ними общаться. Говорит, что вы будете здесь и делать то, что я хочу. Она угрожает нам, что если мы связываем с родственниками, то она нас заперет, заперет телефоны и будет только заставлять видеться со спиной.